Фан-зона на Театральной площади. Почему полезно обниматься и кто лучше всех в 2013 году украсил предприятие к Новому году, смотрите в нашей субботней рубрике Телетайп новостей. В Славянском районе подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и организаций социальных учреждений. Победителей 2013 года наградили в районной администрации. На территории славянского городского поселения первое место заняла Татьяна Кабанова, директор хозяйственного комплекса «Домовой». На втором месте Александр Таталиниц, руководитель магазина «Мир окон». Бронзу взяла Неля Шевлякова, руководитель предприятия «Славянский рынок». На территории сельских поселений в числе лучших признаны Вячеслав Любин, Мария Кривошеева, Алена Ванюкевич. Победителям вручили грамоты. С головой окунулись в праздник. Славянцы отметили крещение Господне. В этот день во всех храмах прошли торжественные молебны. В хуторе при Кубанском богослужении состоялось под открытым небом, на берегу реки Кубань. После службы все желающие могли искупаться в освященной воде. Считается, что окунувшись в крещенскую купель, люди смывают себя накопившиеся за год грехи. Но, несмотря на холод, никогда после этой процедуры не болеют. Славянцы это подтвердили. Я уже купаюсь не первый год, поэтому окунулся, границ взбодрился, и все весь год здоровый. Город тебя никогда не берет. Все молодежь, пускай все у нас не боятся, не стесняются. Для переодевания купающихся на берегу были развернуты палатки. Чтобы согреться, люди могли попить горячий чай. На здании городского дома культуры завершена установка телевизионного звукового монитора размером 3 на 4 метра. Как сообщает пресс-служба района, планируется, что на нем будет транслироваться социальная реклама города и района, новостные сюжеты, анонсирование общественно-политических и культурно-массовых мероприятий. Порадует любителей спорта еще тот факт, что демонстрационный экран будет транслировать торжественное открытие зимних Олимпийских игр в Сочи, а также проведение спортивных состязаний во время Олимпиады. Инициатива установки экрана принадлежит главе района. По мнению Романа Синеговского, это новый и необычный источник информации для славянцев, который обязательно займет свое место среди информационных возможностей Славянск-на-Кубани и Славянского района. Во всем мире отметили один из самых необычных праздников – Международный день объятий. Считается, что инициаторами появления в календаре новой даты являются студенты, которые поддерживают эту традицию до сих пор. Мы продолжаем отмечать этот день объятий. Его отмечают 21 января. Также, как я его отмечаю, обнимаю всех. И дома, и в техникум, и просто с друзьями. Это тот день, когда можно вырастить свои чувства, можно обнять близких людей. Я вообще люблю обниматься. Обнимашки – это добро, это хорошо, это тепло, это передача энергии. Я всегда всех обнимаю. Для меня каждый день день объятий. Психологи считают, что во время дружеского объятия люди обмениваются душевным диплом, испытывают чувство безопасности, комфорта и любви. Так что, несмотря на то, что праздник уже прошел, обнимайтесь на здоровье. Всего января завязываю. Я все к тому тянулся. 25 января в нашей стране отмечается День памяти Владимира Высоцкого. Он написал более 600 песен и стихов, сыграл более 20 ролей в театре и около 30 ролей в кино. Его творчество по-прежнему популярно и востребовано. В нашем районе в День памяти великого поэта, певца и актера в школах планируется провести классные часы, тематические вечера. А в библиотеках откроются выставки, посвященные его творчеству. Редактор субтитров А.Семкин